В принципе, никаких вопросов в связи с анонсируемыми нами пятью принципами ни у кого нет. Ни у армянской стороны, ни у Европейского Союза. И сегодня, во время контактов с президентом Франции, также я увидел, что эти пять принципов воспринимаются. Но это естественно, потому что мы ничего нового не изобретали. Это те принципы, на которых основываются отношения между странами, теми, которые хотят нормализовать отношения. Принятие на международной арене пяти выдвинутых Азербайджаном принципов также является основной позицией нашей страны. Учитывая визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна во Францию, в преддверии четырехсторонней встречи в Праге и традиционную проармянскую политику Парижа, можно было бы предположить, что против Азербайджана готовится какая-то уловка, будет оказываться давление. Потому и Пашинян, злоупотребляя участием Франции, пытался казаться решительнее. Хотя демонстрируемые на протяжении всего саммита кадры ясно показали, что он не справился с этой ролью. Ни для кого не секрет, что Франция поддерживает Армению. Но на состоявшейся из двух частей встречи, которая длилась более пяти часов, решительность и принципиальность президента Алиева раз и навсегда перечеркнули этот сценарий. В итоговом заявлении Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. В этом контексте в качестве основного документа был принят устав ООН. А это в очередной раз стало подтверждением того, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Уже вся мировая общественность открыто осознает, что Карабах – это Азербайджан. Мы каждый раз говорили это перед оккупацией, во время и после войны. Сегодня мировое сообщество не только осознает эту истину, но и говорит о ней. На встрече было согласовано проведение очередного заседания комиссии под делимитацией границ в конце октября в Брюсселе. При этом следует отметить, что Европейские Союзы и Франция, создавая совместную миссию по мониторингу границы, которая охватывала бы и территорию Азербайджана, хотели воспользоваться этим с целью получить доступ в регион. Но Азербайджан, который ценит свой суверенитет, возразил этому. После демонстрации решительной позиции Азербайджана было согласовано, что эта миссия будет находиться только на территории Армении, приступит к работе в октябре и завершит свою деятельность в течение двух месяцев. Азербайджан же будет просто сотрудничать с миссией в рамках своих интересов. А Армения, согласившись на эту пограничную миссию, еще раз продемонстрировала, что она не является суверенным государством и не проводит независимую управленческую политику. Это также рассматривается как новый серьезный шаг Армении и ее покровителей против России. И в заключении стоит особо подчеркнуть, что Армения наряду с мирным соглашением должна выполнить и обязательства, взятые на себя заявлением от 10 ноября 2020 года. То есть Ереван, тормозящий процесс открытия коммуникации и коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Тахчеванской автономной республикой, должен знать, что терпение официального Баку не бесконечно. Нарушение своих обязательств. Конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже. Открытие Зангизурского коридора, одного из фундаментальных элементов регионального мира, является принципиальным вопросом для Азербайджана. Армения должна наконец понять, что все мирные процессы исходят из добросовестного выполнения соглашений и обязательств. Ереван обязан выполнять взятые на себя обязательства, если хочет сосуществования и установления нормальных добрососедских отношений. Этот вопрос будет ключевым на всех встречах и проводимых обсуждениях. Сюдавиджи Ангирли, Кямаля Зизгазы, Новости АСТВ.